Всем привет! В этом видео поговорим о том, что известно о создании самолета Ил-114-300, который в декабре 2020 года совершил первый полет. Ил-114-300 это наш новый пассажирский турбовинтовой самолет, разработанный авиационным комплексом имени Илюшина. В декабре 2020 года он совершил свой первый полет. Самолет построен на базе воздушного судна Ил-114, разработанного в Советском Союзе в 1990 году. Ил-114 семейство российских ближнемагистральных турбовинтовых пассажирских самолетов для местных авиалиний. Машина рассчитана на 64 места с учетом реальной загрузки на региональных перевозках. Его грузоподъемность составляет 6,5 тонны, длина 27 метров, крейсерская скорость 500 км в час. Данный самолет нетребователен к уровню аэродрома, а также приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он должен стать нашей базовой машиной для развития региональных перевозок. Данный самолет может взлетать как с коротких бетонированных, так и с грунтовых взлетно-посадочных полос. Дальность полета составит 1900 км при полной загрузке пассажиров. Судно будет обладать свойством экономного расхода топлива. Внедрение самолетов станет выгодной альтернативой стыковочным перелетам, так как судно сможет осуществлять более длительные прямые рейсы. Необходимость создания современной модификации ИЛ-114-300 была продиктована отсутствием в стране достаточного числа региональных пассажирских самолетов собственного производства. Имеющиеся судно устарели и в скором времени будут выведены из эксплуатации. Кроме того, в 2000-х годах число авиарейсов регионы значительно увеличилось. Имеющиеся модели Як-40, Ту-134, Ан-24 и Ан-26, находящиеся в обращении, постепенно вырабатывают свои ресурсы, требуя замены. Вопрос об укреплении позиций отечественных самолетов был поднят в связи с частыми закупками авиакомпаний в зарубежной технике, которая зачастую продается после нескольких лет эксплуатации. Это снижает конкурентоспособность техники, произведенную Россией. В 2014 году назрел вопрос о возвращении в оборот самолетов Ил-114 и их новых моделях. Частично на данную инициативу влияли политические события в Украине, совместно с которой ранее выпускался Ан-148. Современная модификация воздушного судна Ил-14300 оснащена новым отечественным двигателем. Турбовинтовой двигатель создан на Санкт-Петербургском предприятии ОДК Климов. Он обладает мощностью на взлетном режиме до 3000 лошадиных сил. Этот двигатель обладает системой электронного контроля и отличается надежной и безотказной работой при довольно простом ремонте. В своем классе новый двигатель ТВ7-117 СТ-01 является лучшим в мире по своим техническим характеристикам и экономичности. В новой модели изменен угол крыла, что облегчит взлет и посадку судна и обеспечит его большую устойчивость. Обновлена вся система электроники и навигационное оборудование. Контроль полета осуществляется с помощью передовой техники, которая позволяет управлять машиной в условиях низкой видимости и неблагоприятной погоды. Салон судна усовершенствован для увеличения комфорта перелета. Рулевое управление осуществляется с помощью нового двухканального гидравлического привода. Новая машина будет обладать рядом преимуществ. Сниженным весом самолетом, уменьшенной стоимости оборудования и усовершенствованной технологичностью. Машина не зависит от земных источников питания. Кабина и салон Ил-114 защищены от шума, а сама конструкция судна предполагает использование более тихих винтов и качественно новых крыльев для снижения длины посадочной полосы. Новый самолет производят по серийным технологиям на предприятиях, входящих в объединенную авиастроительную корпорацию. Россия планирует произвести до 2030 года около 100 воздушных судов Ил-114-300 для гражданской авиации, часть из которых планируется направить на экспорт. Первые серийные самолеты Ил-114-300 планируют изготовить уже в следующем году по факту получения летного сертификата. Первым эксплуатантом воздушного судна станут наши полярные авиалинии.